Добрый день! Еще одно небольшое видео от мастерской Тулманиак. Сегодня покажу непосредственно сам процесс тиснения заготовок для часовых ремешков, чтобы было все наглядно и понятно. Если остаются какие-то вопросы, пишите, будем отвечать. Кто еще не видел, покажу комплект лекал для часовых ремешков. Тут сменные вкладыши в комплекте 4 с разными дизайнами тиснения. Вот они вставляются, в легком нажатии подклиниваются. В общем сейчас с помощью вот этого шаблона будем делать тиснение. Так, здесь под крышечкой поролонка, под поролонкой у нас линеечка, с помощью которой мы вырезаем заготовки. Вот такие они у меня уже заготовлены. Это кожа Майя. Толщина примерно 1,35 мм. То есть я с ней ничего не делал. Вот она как пришла 1,2,1,4. Вот как бы померяем. Сейчас померяем еще раз наглядно. И силиконкой для тиснения. Вот толщина нашей заготовки. 1,35 мм, как я уже и говорил. Кожа растишка. Если она суховатая, ее можно увлажнить. Мы обычно это делаем с помощью пульверизатора. Слегка с задней стороны побрызгали, дали полежать. Ну все как обычно. Готовим для тиснения. Так, я еще не взял пленку. Сейчас принесу. Забыл взять пленочку. Ее всегда нужно подкладывать. Так, сейчас я конец найду. Под клише. Так, что такое? Нету конца. А вот нашел. Вот кусочек пленочки обязательно сейчас отрежем. Так, теперь все. В общем-то сам процесс. Берем вот эту линейку. На нее накладываем силиконку. Они вырезаны в размер. Сверху кладем кожаную заготовку. Предварительно подготовленную, то есть увлажненную, если это необходимо. Так, кладем на нашу плиту. Плита должна быть обязательно ровной. Если будут какие-то перекосы, то соответственно вы сломаете и лекалы, и клише. Это не только к данному девайшу относится. Это вообще в принципе относится ко всему процессу тиснения. Так, вот положили сверху пленочку. И теперь берем наши клише. Тиснить будем этим шаблончиком. Вот с таким рисунком. То есть накладываем клише на нашу заготовку. Центруем ее. Здесь оставляем впереди участок. Сейчас покажу поближе. Участок, который мы будем потом утончать. Это будет у нас загиб. То есть вот так вот мы выставили под пресс по центру. Пододвинули нашу давящую плиту и зажали. Вот. Можно оставить под нагрузкой на какое-то время. Многие кожи растительного дубления, если оставить их под нагрузкой, то оттиск получается более темным, более контрастным. Но в данном случае мы долго ждать не будем, потому что нам надо, чтобы видео получилось не длинным. Вот. То есть мы сделали оттиск. Теперь смотрим, что у нас получилось. Так. Вот я снял этот шаблончик. Вот я убираю пленочку. И мы получаем вот такой вот нарядный оттиск. Кожа получилась чуть-чуть выпуклая. Это за счет того, что снизу была силиконка. Как я говорил, она помогает сделать тиснение более выпуклым, более выразительным. Это особенно актуально на тонких кожах. Там, где толщины кожи не хватает, чтобы нормальный рельеф продавить, эта силиконка помогает это сделать. Так. То есть вот у нас фактически одна деталька готова. Уронил. Так. Мы ее откладываем. Берем вторую детальку под ответную часть. Она у нас покороче. То есть это будет половинка, которая пойдет под пряжку. С ней поступаем точно так же. На нашу линеечку кладем силиконку. Потом кладем заготовку кожи. Оп. Пардон. Пнул по камере. Вот. Здесь оставляем заготовку свисать. Это с учетом подгиба под пряжку. То есть у нас получается вот такая конструкция. Накладываем наш шаблончик. Так. Ну, сейчас покажу без пленочки. Потом, когда буду теснить, пленку подложу. То есть накладываем наш шаблончик. Но с этой стороны тоже оставляем промежуток для того, чтобы здесь также был загиб под крепление часов. То есть у нас получается вот так. Заготовка немного свисает. И сам шаблончик немного свисает над этой линеечкой. Вот. Сейчас мы в таком виде. Не забываем накладывать пленочку. Ставим наш шаблончик. Сейчас его отцентрую, чтобы было все красиво. Все. Мы установили. Теперь опять же берем и зажимаем наш пресс. Вот. В принципе, после вот этой операции вы получаете две заготовки для часового ремешка. С которыми можно дальше работать. Приклеивать подклад. Оп. Уехала. Уехала. Вот. И у нас получилась вот такая вот заготовка. С этой стороны у нас будет подгиб под пряжку. С этой стороны подгиб под крепление на часы. То есть у нас получилось два вот таких вот. Две вот такие детальки, с которыми дальше можно работать. Повторюсь, здесь сделана разметка под пробойник с шагом 3 миллиметра. Для данного шаблона подойдут любые пробойники с этим шагом. Там ромбы, гвоздики и так далее, и так далее. Ну, в принципе, вот все, что я хотел вам показать. Как наглядно делаются такие заготовки. Все быстро, легко и, надеюсь, было понятно. Удачи! Данные комплекты уже есть у нас на сайте. Можно заказывать. И изготавливать такие вот красивые, профессиональные ремешки для часов. Всем пока! С вами была мастерская Тулманьяк.